всем добрый день я очень рада что вы заглянули ко мне на канал сегодня будет длинное кулинарное видео послезавтра наступит светлый праздник пасха конечно же у нас будет семейный обед и я как и всегда как и каждый год традиционно готовлю разные вкусности я с удовольствием поделюсь с вами своими рецептами мясных деликатесов 4 вида вяленой скумбрии и двумя рецептами куличи конечно же все эти блюда ну наверное кроме ключей можно готовить не только на пасху а на любые праздники поэтому поставьте лайк этому видео чтобы его не потерять начинаю с тех блюд которым нужно время ну для того чтобы они полностью приготовились например вяленое мясо это мое коронное блюдо я всегда его готовлю практически на все праздники и разлетается на ура поэтому потому что это действительно очень вкусно и натурально в этот раз я беру свиную вырезку такой достаточно большой кусочек и одну грудку курицы это домашняя курица сначала мясо нужно засолить обваливаю в соли засыпаю солью хорошенько вот как вы видите сейчас на экране и отправляю в холодильник на двое суток позже по ходу видео я покажу вам что делаю с ним дальше но пока следующее мясное блюдо это грудинка свиная вареная в луковой шелухе с добавлением других специй выкладываю грудинку в кастрюлю добавляю к ней лук репчатый просто вот как видите нарезанный крупными кусочками чеснок прямо в кожуре раздавливаю ножом отправляю в кастрюлю кладу лавровый лист душистый горошек зиру луковую шелуху прикрываю прямо сверху ею грудинку и заливаю соляным раствором развожу его отдельно но для того чтобы соблюсти пропорции у меня здесь полтора килограмма грудинки поэтому я беру полтора литра воды и добавляю 3 столовые ложки соли а потому что на один литр воды нужно две столовые ложки соли не переживайте пересола не будет если будете делать по этому рецепту добавляйте соли столько сколько я вам указала отправляю на огонь дожидаюсь пока там у меня закипит вода прикрываю сверху как видите тарелочкой огонь делаю минимум и оставляю вариться чтобы ели был булькала на час пока грудинка варится я занимаюсь приготовлением третьего мясного блюда это будет также холодная закуска хочу сделать куриный рулет и подавать его в качестве холодной закуски разделываю курицу таким образом что убираю из нее все косточки и остается целая тушка без косточек я думаю что многие из вас это умеют делать поэтому сильно заострять внимание не буду на этом да и в своих предыдущих видео я уже несколько раз уделяла этому большое внимание как удалить из тушки косточки чтобы она осталась целой здесь есть один главный секрет то что нужно раскрыть тушку в области грудки и постараться вытащить все косточки внутрь не в ту сторону где кожа а с внутренней стороны тушки в итоге вот что у меня получилось целая тушка нет разрывов на коже это замечательно будет удобно заворачивать рулет мне нужно уравнять толщину мяса на коже ну как видите что там где грудка очень толстый слой а в некоторых местах вообще кожа светится поэтому я срезаю мясо там где толстые участки и перекладываю его в те места где тонкие тем самым более менее уравновешиваю толщину этого пласта затем приправляю мясо солью черным молотым перцем добавлю немножко остренького каенского перца чесночка свежего натираю на терке распределяю все по мясу также я решила добавить пассированный лук репчатый это очень вкусно его тут вроде бы немного но он хорошо добавляет и такой интересный привкус и аромат также можно еще добавить пассированную морковь она добавит также и вкус и аромат еще и цвета в разрезе когда будет нарезаться рулет но у меня моркови дома не оказалось поэтому я обойдусь только луком и еще добавлю зелень у меня укроп замороженный из заготовок и еще посыпаю все мясо тонким слоем желатина так как я планирую подавать им блюдо в холодном виде я таким образом перестраховываю чтобы на рулет плотнее держался теперь заворачиваю пласт в рулет с курицей это сделать достаточно сложно она такая вся мягкая как это жидкая скажем так вот ее сложновато собрать и в какой-то красивый рулет но я это делаю потихонечку не спеша делаю петли из веревки достаточно часто получается более-менее когда он запечется он будет хорошо выглядеть сейчас оставлю его где-то на часок помариноваться а затем заверну фольгу и отправлю запекаться но об этом чуть позже а я продолжаю свою готовку и у меня четвертое мясное блюдо это также будет холодная нарезка еще один рулет в сале с печенью у меня тонкое сало как видите очень тонкая лишнее сало я срезала у меня получилась кожура и тонкий-тонкий слой сала чуть-чуть и делаю надрезы до кожи ну чтобы это лучше промариновалась засыпаю специями у меня готовый набор специй называется чесночный маринад но вы можете поэкспериментировать и насыпать любимые свои специи а оставляю пока в сторонку эту основу и занимаюсь печенью у меня свиная печень я ее вымочила в соляном растворе два часа но чтобы убрать лишнюю кровь и запах из них без нарезаю мелким кубиком и выкладываю тонким равномерным пластом на свиную кожу можно печень перекрутить через мясорубку но мне не захотелось потом ее мыть из-за такого маленького количества печени заправляю той же приправой печень сверху посыпаю желатином и заворачиваю в рулет туго связываю веревками заворачиваю в рукав для запекания и затем в много слоев пищевой пленки но это всегда делается когда рулет нужно варить отправляю в кастрюльку заливаю водой ставлю на огонь как только вода закипит делаю минимальный огонь чтобы ели булькала и забываю на два часа то есть этот рулет нужно варить два часа на минимальном огне куриный рулет заворачиваю фольгу отправляя в духовку в разогретую до 180 градусов на час на середине готовки я разворачиваю фольгу и он дальше продолжает готовиться при той же температуре но уже в развернутом виде чтобы немного подрумянился затем я его достаю из духовки даю немного остыть разворачиваю и убираю веревки пока рулет в горячем виде они легче снимаются но это уже следующий день и я продолжаю свои приготовления после того как грудинка сварится нужно выключить огонь и оставить ее там до полного остывания и затем уже доставать чтобы она была еще вкуснее ее нужно натереть чесноком и специями и здесь я немного прервусь и покажу вам что дальше делать с вяленым мясом она у меня простояло в холодильник соли двое суток теперь я под краном тщательно смываю всю соль и заливаю эти кусочки обычной холодной водой и даю вымочиться два часа один раз за это время меняю воду ну и возвращаемся грудинки я натираю много свежего чеснока прямо вот на кусочки грудинки посыпаю молотым перцем черным и красной паприкой это и красиво и ароматно хорошенько прям руками втираю все эти специи и чеснок в грудинку и отправляю на хранение в контейнер и в холодильник мясо вымочилась в холодной воде два часа и сейчас я буду его обваливать в специях это очень удобно делать в пакете насыпаю в пакет те специи которые мне хочется в моем случае в сегодняшнем это черный молотый перец чеснок гранулированный и такая у меня есть сборная грузинская специя перемешиваю их выкладываю кусок мяса предварительно просушенный полотенчиком в пакет со специями и хорошенько там все встряхиваю обваливаю кусок мяса специями посмотрите какая красота получается затем с помощью иголки продеваю нитку через мясо и подвешиваю на сушку на вялене я никуда не ношу ни в какие кладовки а прямо здесь на кухне подвешиваю за ручку верхнего шкафа кухни даже если здесь осыпется специи то они упадут на столешницу ну и они у меня все время на глазах под моим контролем по времени мясо вярится всегда по-разному это зависит ну и от размера куска мяса они всегда разные у меня бывают и от температуры в доме сейчас у нас не жарко поэтому мясо будет вялиться примерно три дня рулет из сала с печенью когда сварился он немного остынет и его нужно положить под пресс и в холодильник я это делаю на ночь и на следующий день я это все распечатываю снимаю всю пленку в которой он варился не могу разрезать показать вам что получается это очень вкусно бюджетно но в принципе не очень сложно сделать в итоге у меня будет мясное ассорти из четырех видов мясных деликатесов которые сделаны из разного вида мяса в конце видео я обязательно покажу что в итоге у меня получилось и единственная будет рыбная закуска холодная это вяленая скумбрия уже как-то достаточно давно делилась этим рецептом буду делать для себя и вам напомню мне нужно приготовить соляную смесь потому что рыбу сначала нужно засолить она делается из трех ингредиентов один к одному это горчичный порошок соли сахар так как у меня одна скумбрия 1 тушка я ее предварительно разделала на две филе делаю посылочную смесь из одной ложки горчичного порошка и по одной ложке соли и сахара перемешиваю и хорошенько засыпаю рыбу этой смесью отправляю на несколько часов примерно часов на пять в холодильник вот так рыба выглядит через пять часов посола затем под краном тщательно смываю всю посылочную смесь хорошенько просушиваю бумажным полотенцем и подвешиваю таким же образом как и мясо рыбку вялить продеваю с помощью иголки в области хвостика нитку подвешиваю на ручки верхних шкафов кухни я скумбрию вялю примерно сутки за это время она хорошо подсыхает и приобретает такой интересный аромат внешний вид и структуру в конце видео покажу четверг я традиционно уже много лет посвящаю приготовлению куличей поделюсь с вами двумя рецептами сейчас первым делом буду готовить классические сдобные куличи для них мне понадобится изюм в качестве наполнителя я сразу его заливаю кипятком и пока что оставляю в сторонку также мне понадобится сахар ванильный сахар сливочное масло желтки и 2 яйца мука сметана подсолнечное масло молоко дрожжи и соль и также немного куркумы для цвета процесс приготовления смотрите в этом видео а точное количество ингредиентов я как обычно пропишу под видео в описании а у меня на столе уже отмеренное нужное количество всех ингредиентов первым делом делаю опару из общего отмеренного количество ингредиентов беру небольшое количество молока добавляю туда чуть-чуть сахара и муки и высыпаю все дрожжи перемешиваю накрываю полотенчиком и отправляю минут на 15 заработать дрожжа в теплое место я всю расстойку теста делаю в духовке который разогрета на 50 градусов также я подготовила уже изюм он у меня был залит кипятком затем я отправил на дуршлаг и немного подсушила бумажным полотенцем посмотрите какая прекрасная опара значит дрожжи в порядке и можно замешивать тесто в миску выливаю опару добавляю туда весь сахар ванильный сахар молоко яйца здесь у меня 6 желтков плюс два целых яйца обязательно соль на такое количество добавляют одну чайную ложку и для того чтобы мякиш пасхи был еще более солнечным радостным и аппетитным я добавляю немного куркумы буквально половину чайной ложечки все можно добавлять муку и замешивать тесто сначала я это делаю ложкой а затем уже перехожу вручную замес такое тесто на куличи вымешивать достаточно сложно она очень вязкая липкая липнет к рукам липнет к стенкам миски в которой ты замешиваешь и я никогда его не выкладываю на столешницу мне кажется что я на столешнице вообще с ним не справлюсь поэтому как-то приловчилась и мне кажется это очень удобно вымешивать такое тесто а прямо в миске нужно вымешивать тесто не менее 10 минут периодически я промывала руки до чиста вытирала их насухо и продолжала вымешивать тесто затем я накрываю миску полотенчиком и отправляю на первую расстойку в духовой шкаф разогреты до 50 градусов на час по стечению часа смотрите какое прекрасное тесто хорошо подошло значит все в порядке и процесс можно продолжать добавляю к тесту отмеренную сметану сливочное и растительное масло и продолжаю вымешивать еще три-четыре минутки главное тщательно вмешать вот эти вновь добавленные ингредиенты поначалу кажется что они очень сложно и плохо вмешиваются и вообще это невозможно сделать но по истечению где-то двух трех минут вы увидите что тесто становится однородным очень ароматным податливым таким очень приятным и и теперь мне остается в тесто добавить наполнитель в этом году у меня просто обычный изюм также его хорошенько распределить по тесту накрыть полотенцем и отправить на вторую расстойку опять в духовой шкаф разогретый на 50 градусов еще на час вот так выглядит тесто после второй расстойки теперь я его буду распределять по формочкам я это делаю с помощью ложки и помогаю немного пальцем заполняем формочку чуть меньше половины и отправляем в духовой шкаф на третью расстойку уже формочках но здесь примерно на полчаса после третьей расстойки я достаю из газовой плиты формочки с тестом и включаю духовку на чтобы она разогрелась до 170 градусов как только духовка разогревается я отправляю туда куличи на 30 минут сверху а прикрываю всегда фольгой потому что такое тесто сдобное очень быстро прихватывается и вверх куличей может быть ну чересчур зарумяненным а так они получаются вот такие прекрасные аромат на весь дом я обожаю этот запах преддверия какой-то семейного прекрасного праздника пока классические куличи я оставила в сторонку остывать но чтобы потом их нарядить глазурью и всякими посыпками я сейчас сделаю замес еще одного вида куличей это творожные куличи рецепт действительно быстрый прекрасный для тех хозяюшек которым либо не хочется либо нет время заниматься классическими куличами на которые действительно нужно уделить много времени замешиваю тесто для него мне понадобится размягченное сливочное масло добавляю к нему сахар и взбиваю достаточно долго минут пять чтобы сахар растворился масса побелела и стала пышной затем по одному добавляю яйца после добавления каждого яйца взбиваю массу примерно пол минутки обязательно нужно добавить пол чайной ложки соли и по желанию ванильный сахар как только добавлены все яйца в тесто я начинаю вводить творог у меня обычный мягкий творог он должен быть не зернистым а мягким добавляю постепенно ввожу в тесто и остается ввести только сухие ингредиенты к муке добавляю соду перемешиваю и на малых оборотах миксера ввожу сухие ингредиенты в тесто в качестве наполнителя в творожных пасхах у меня будет вяленая вишня это очень вкусный сухофрукт и я решила его добавить в праздничное блюдо ввожу также перемешиваю на малых оборотах и тесто готово раскладываю по формочкам у меня малюсенькие формочки но вообще я люблю маленькие пасочки взял разрезал и сразу съел так как это не дрожжевое тесто оно так сильно не подходит не поднимается поэтому нужно заполнять формочки чуть больше половины я заполняла примерно наполовину но так как мне хотелось чтобы получилось 6 куличей и они как видите у меня не так сильно поднялись но ничего страшного выпекаются они в разогретый до 170 градусов духовке 1 час обязательно сразу же нужно прикрытием формочки фольгой ну и в итоге вот что у меня получилось одну сдобную пасочку я уже тут не досчитываюсь потому что уже отдала в качестве гостинца в итоге у меня получилось из такого количества ингредиентов 7 сдобных пасочек и 6 творожных сейчас буду их украшать сделала глазурь достала все свои запасы различных посыпок не делала запись процесса приготовления глазури это очень просто на 100 грамм белка добавляем щепотку лимонной кислоты и 200 грамм сахарной пудры все взбиваем до нужной консистенции вот и весь секрет глазури мне нравится именно этот классический сто лет известный рецепт глазури я делала всевозможные новые эти виды глазури там и на желатине и на воде различные все это не то я классически традиционно делаю на белках смазываю верхушку кулича глазурью и украшаю на свой вкус решила применить для украшения орешки миндаль вяленую вишню и различного рода посыпку также делала небольшое количество безешек но тоже применяю их на украшение куличей окрасила яйца это обязательный атрибут этого светлого праздника крашеные яйца ничего особенного просто купила в магазине какой-то перламутровый украситель но и окрасила я очень рада что умею и хочу выпекать сама домашние куличи и считаю что это уже наша семейная традиция надеюсь что когда мои дети станут семейными то я и на их семьи буду делать свои куличи ну и сейчас быстренько покажу все мясные свои заготовки холодные закуски уже все готово ну и вот так выглядит мясная нарезка из трех видов мясных деликатесов это рулет с куриной печенью из сала куриный рулет и грудинка свиная грудинка ну и конечно же обязательно покажу в разрезе вернее в разломе куличи потому что именно в разломе видно структуру мякиша кулича разламываю сначала творожный кулич запах просто непередаваемый очень вкусный очень ароматный быстро готовится но это если вы не хотите заморачиваться с классическим ключом это честно говоря такой очень вкусный сдобный качественный кекс в виде кулича ну и давайте также посмотрим в разломе сдобный классический кулич очень аппетитно выглядит он влажный очень мягкий его есть можно смять он принимает прежнюю форму ну потрясающий рецепт я уже лет пять готовлю по одному этому рецепту и не смотрю даже не соблазняюсь на тысячи разнообразных рецептов которые можно найти в youtube применяю именно вот этот рецепт мне он очень нравится волокнистая пористая влажная структура мякиша очень ароматная но я от души вам советую если в этом году вы еще не пекли куличи а планируете попробуйте приготовить хотя бы пол порции по моему рецепту я очень надеюсь что не утомила вас таким длинным видео и мне осталось совсем немного вам показать в разрезе вяленое мясо она готова и вяленую скумбрию вот так выглядит готовое мясо сейчас разрежу и покажу вам структуру это куриная грудка ну так как она домашняя она еще и вот такая темненькая если делать из покупной грудки она более светлая и более прозрачная ну и разрезаем свинину по желанию можно вялить дольше она будет более сухой и более прозрачный но сейчас я заверну эти кусочки в пергаментную бумагу и отправлю в холодильник чем дольше она там будет лежать тем суше она будет становиться я думаю что она сильно не долежится дай бог чтобы долежалась до воскресенья до празднования светлой великой пасхи потому что это очень вкусно моей семье все просто обожают такое мясо ну и вяленая скумбрия очень вкусно ароматно бюджетно относительно отличное блюдо на праздничный стол я от души поздравляю вас с наступающим светлым днем христового воскресенья желаю вам во всего самого хорошего мирного неба над головой и крепкого здоровья всем до свидания и очень скоро увидимся в моих новых видео